Что такое невидимая рука рынка? Невидимая рука рынка – это рынок свободной конкуренции. Это рынок, где действует стихийный естественный отбор. Иными словами, выживает сильнейший, то есть тот, кто произвёл нужный обществу продукт по цене, за которую общество готово его купить, и к тому же с минимальными издержками производства. К примеру, на рынок выходит бабушка с одной баночкой варенья, кустарь выносит 100 банок, а крупное предприятие на продажу выставляет 10 или 100 тысяч банок аналогичного продукта. Причём все они будут практически в равных условиях продажи, несмотря на различные первоначальные условия производства. Покупатель, само собой, будет готов заплатить минимальную рыночную цену. Поэтому бабулька исчезнет с рынка первая, а за ней разорится кустарь. А вот успешное предприятие укрупнится, расширит производство и даже в какой-то момент увеличит производительность. Но не будем спешить ликовать по поводу его успехов, ибо цены на свой продукт он снижать уже и не будет, потому как он выдавил с рынка своего конкурента кустаря, который теперь пополнил очереди на бирже труда. А бабушка в худшем случае встала с протянутой рукой на паперти, а в лучшем для неё почила в бозе. Однако эта невидимая рука рынка беспощадна и жестока. И вот нашёлся тот, кто оказался ещё более успешным и слопал чужое предприятие конфетку вместе с фантиком, и даже не подавился. И теперь уже этот, некогда разоривший бабушку вместе с кустарём, пополнил ряды на получение пособий по безработице и талонов на питание. Владимир Ильич Ленин обнажил эту особенность классического капитализма и показал её с ясностью достойной его гения. Он заявил, что конкуренция ведёт к неизбежной монополизации рынка. В своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» он пишет «Свободная конкуренция, то есть невидимая рука рынка, порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной ступени своего развития ведёт к монополии». Иными словами, вы можете кромсать монополии на более мелкие куски, вы можете вводить антимонопольные законы, эти меры всё равно бессмысленны и контрпродуктивны. Осколки монополий снова и снова будут превращаться в монополии. Ленин подчёркивает, что монополии – это только зародыши империализма. Развиваясь, капитализм переходит в такую свою стадию, когда уже картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни. Капитализм превратился в империализм. Картели договариваются об условиях продажи, сроках платежа и прочем. Они делят между собой области сбыта, они определяют количество производимых продуктов, они устанавливают цены, они распределяют между отдельными предприятиями прибыль и так далее. Таким образом, мы видим, что рынок свободной конкуренции, породивший эти самые монополии и позволивший сконцентрировать всё и вся в руках лишь немногих, исчезает, как утренний туман. В этом выпуске я не буду останавливаться на самом качестве выпускаемой продукции при капитализме. Об этом мы поговорим позже. Здесь я лишь ещё раз подчеркну для особо продвинутых. Ленин уже в 1916 году писал о том, что конкуренция на высшей стадии развития капитализма сама себя уничтожит. А следовательно, совсем уж странно и невероятно глупо искать невидимую руку рынка в нашем 21 веке. Это всё равно, что искать кошку в тёмной комнате, откуда она давно уже сделала ноги. Но наши высшие должностные лица государства и эффективные менеджеры различного разлива продолжают эти бесплодные поиски с какой-то удивительной маниакальной настойчивостью. Господа, изучайте классиков марксизма-ленинизма. Мяу!